Советская 72. Головной офис негосударственного пенсионного фонда «Стратегия». У входа с утра собрались десятки клиентов НПФ. Все они в недоумении и не знают, что делать. Центробанк отозвал у организации лицензию. Все хотят услышать ответ на вопрос, как вернуть свои деньги. Но натыкаются на закрытую дверь. Не отвечаю, да? Не отвечаю. Галина Суханова уже готовит заявление в прокуратуру. К женщине собираются присоединиться еще десятки человек. Если пенсионеры уже, которые вообще ходить не могут, то ладно, мы еще ходим. Все несут туда деньги, а в результате получается, что опять обокрыли. Позавчера мы только с мужем положили по пять тысяч. Позавчера, 16-го. И 16-го же отозвали лицензию. Они там никто ничего в офисе не сказали. Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия» – крупнейшая организация в Пермском крае, занимающаяся пенсионными вкладами и накоплениями физических лиц. Согласно данным Центробанка, по состоянию на 1 октября 2015 года, пенсионные накопления «Стратегии» составляли более 4 миллиардов рублей. Клиентами фонда были 78 тысяч застрахованных лиц. В пресс-релизе «Банк России» сообщается, причиной аннулирования лицензии стали неоднократные нарушения требований по предоставлению информации о деятельности фонда и манипулировании рынком ценных бумаг. Самый главный вопрос – что будет с пенсионными накоплениями? В России существует система их гарантирования. Но, как пишет коммерсант Приками, стратегия в нее не входила. Теперь возместить застрахованным лицам эти средства должен Центробанк. Однако доход, полученный от инвестирования средств, компенсирован, скорее всего, не будет. Кроме того, эксперты отметили, что впервые сталкиваются с такой резкой формулировкой Центробанка и не исключают возбуждение уголовного дела в ближайшее время. В прошлом году лицензии были отозваны у 19 НПФ. Ни один из них не был обвинен в манипулировании при торгах на бирже. Не исключено, что материалы проверки Банка России будут переданы в правоохранительные органы. Клиенты могут узнать о том, что происходит с их накоплениями из сообщений Банка России, а также в личном кабинете на сайте Госуслуг. Их накопления в течение трех месяцев будут переведены в Пенсионный фонд России. В дальнейшем их можно будет перевести в другой негосударственный пенсионный фонд, либо оставить в ПФР. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.